Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесии. Прошло 11 лет сообразования силового ведомства. Их зона ответственности – это самые сложные, опасные, резонансные преступления и восстановление справедливости. С руководителем Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии встретился наш корреспондент Харча Биджиев. Здравствуйте, Николай Вячеславович. Здравствуйте. У нас есть к вам несколько вопросов. Касаемо вашей работы. На ваш взгляд, был ли успешен прошедший год для Следственного комитета? Каковы итоги? 2021 год, как, впрочем, предыдущие годы, был достаточно сложным и напряженным для Следственного управления. Был принят ряд определенных кадровых решений, проведены организационно-штатные мероприятия. Вместе с тем, все эти меры, кадровые, организационные, контрольные, позволили Следственному управлению добиться положительных результатов в работе. Об этом свидетельствует рейтинг основных показателей следственной работы, по которым учитывается работа Следственного управления по стране, в соответствии с которым мы находимся в десятке лучше. В этом рейтинге учитывается целый ряд показателей работы. Это эффективность расследования, соблюдение законности при расследовании уголовных дел и проведение процессуальных проверок. И это достаточно объективно отражает работу Следственного подразделения в целом и каждого сотрудника. К преступлениям, которые последствия следователям Следственного управления, уголовным процессуальным кодексом отнесены особо тяжкие и не тяжкие преступления против личности, против половой неприкосновенности, коррупционные преступления, преступления против государственной власти, порядка управления. Сейчас зимний туризм в разгаре. В прошлом году Следственным комитетом было завершено уголовное дело. Расскажите об этом поподробнее. Все мы помним трагические события, которые произошли год назад в поселке Дамбай, когда в результате неправильных действий командира военизированного противолавинного отряда, который осуществлял принудительный спуск лавины, лавина сошла не в том направлении, в котором должна была зайти. И уже проведенным расследованием установлено, что к этому леднику вне намеченных маршрутов, разрешенных использованием их, привел местный житель, который в инициативном порядке оказывал услуги туристического характера, не будучи обученным, специально подготовленным для оказания таких услуг и не имея на то специального разрешения. Уголовное дело оперативно расследовано и также направлено в суд. Обеспечение безопасности граждан, в том числе туристов, которые приезжают к нам в республику, это одна из приоритетных задач Следственного комитета. Мы стараемся во взаимодействии с иными органами, органами государственной власти, прокуратурой, МЧС, МВД всю необходимую работу проводить для того, чтобы этот отдых людей был безопасен. В результате причинен ущерб инфраструктуре и погиб, к сожалению, один человек. При расследовании этого уголовного дела проведен ряд сложных экспертиз, баллистических, судебно-медицинских. Допрошено более 100 свидетелей, 10 осмотров, место происшествия проведено в сложных условиях с использованием высокотехнологичной криминистической техники. И год, по сути, расследования данного уголовного дела позволил собрать достаточные доказательства для того, чтобы направить уголовное дело в суд в отношении должностного лица по факту надлежащего оказания услуг, повлекшенной осторожности, смерть человека. Кроме того, в этом году в территории Республики произошел еще один трагичный случай. Это обрушение части ледника, в результате которого погибло две женщины, которые приехали с туристической целью в Крачево-Черкесию. Какие резонансные уголовные дела были окончены Следственным комитетом в прошлом и позапрошлым годах? Уголовное дело об убийстве двух малолетних детей, которое было совершено жителем аула Беслиней в июне 2020 года. Тогда пропали двое детей, брат и сестра. На их поиске были брошены огромные силы и сотрудников правоохранительных органов, и волонтеров, МЧС. И спустя два дня тела этих детей были найдены в протоке реки Большой Беслиней. Как установлено следствие, обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, а потом ее и ее младшего брата, который стал невольным свидетелем преступлений, убил с целью закрытия следов другого преступления. Для того, чтобы найти этого человека, была проделана гигантская работа. Отработано более тысячи местных жителей и жителей соседних регионов. В вещественном доказательстве можно было установить генотип преступника. И в конце концов, почти через год тяжелой, кропотливой работы, лицо, которое совершило преступление, было установлено. На что нацелен Следственный комитет? Каковы планы? Основными задачами Следственного управления на этот год, как и прочее, всегда является быстрое и качественное расследование уголовных дел, нанесенных к нашим последствиям, защита прав человека и гражданина на стадии правительственного следствия в сфере уголовного судопроизводства. К числу приоритетных задач относятся борьба с коррупцией, с экономической преступностью, защита прав социально незащищенных категорий граждан. Перед сотрудниками Следственного управления, руководством Следственного комитета, им поставлены конкретные задачи. Я считаю, что они могут и должны быть выполнены. И в завершении, в честь годовщины, хотелось бы услышать от вас поздравления. Хотелось бы поздравить сотрудников Следственного управления, членов их семей, конечно, ветеранов следствия, и с наступившим Новым годом, и с нашим профессиональным праздником, пожелать им успешной, благотворной работы, мира, благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok